Дарья Консовенко только исполнилась 8 лет. Самым лучшим подарком для девочки стал значок о сдаче норм ГТО. На вручение она пришла вместе со своей бабушкой. Тяжелее всего мне было метание. Легче всего это делать наклоны и отжиматься. Еще занимаюсь джидо, у меня уже 12 медалей и один кубок. Вручение значков о сдаче норм ГТО прошло в парке Гагарина. Здесь же все желающие могли сдать необходимые нормативы. В среднем пройти нужно 6 испытаний в зависимости от пола и возраста. Например, бег, подтягивание, наклоны, стрельба. Я гулял с сыном по парку на коляске и увидел объявление. И решил проверить свои силы. Собственно говоря, я ознакомился с общим доступом со всеми нормативами. Попробовал себя сначала испытать до сдачи. Понял, где мне нужно подтянуться и начал готовиться. В принципе, занял у меня это немного, где-то около месяца. И я уже сдал все нормативы. Это была моя мечта. Получить золотой значок ГТО. Здоровый образ жизни, тренировки и желание победы. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» проходит при поддержке администрации областного центра с третьей декады июня и продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно. Или в команде с профессиональным тренером бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. В первую очередь, это нужно для того, чтобы испытать себя. Для того, чтобы испытать свои физические навыки. Развить какие-то навыки в плане спорта. В первую очередь, это нужно для того, чтобы доказать для себя, на что ты способен. Впервые акцию власти города провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, решили сделать традиционной. Каждый год к акции «Самара в движении» прибавляются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагариной 50-летия октября, а также на пляже под первомайским спуском. В парке Гагарина «Самара в движении» организована зона стадиона, где сосредоточено наибольшее количество занимающихся. Теперь там установлена дополнительная сцена, подиум для занятий. И с понедельника по пятницу с 17 до 21 часа работают инструкторы фитнес-клубов, которые бесплатно для жителей города организовали здесь занятия. Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Вовлечение горожан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский, События.